Всем привет! В новом выпуске Ростова Культурного выставка «Красота в мелочах» в музее Краеведенье, экспозиция «Маршируем в победном строю» в Старочеркасском музее-заповеднике и завершение джазовой весны в публичной библиотеке. Веера из сумочки, кружева и ленты, муфты и зонты – всю эту красоту можно рассмотреть на выставке «Красота в мелочах». Какими были модные вещи и что составляло дамское счастье век-полтора назад, отправилась посмотреть в музей Краеведенье Галина Белоусова. В солнечный день дама не выходила из дома без зонтика, затемняющего лицо и позволяющего сохранить томную бледность. А такого изобилия кружев и прошивок, какие встречаются в современных нарядных и более скромных туалетах, не было уже давно, писали журналы на рубеже 19-20 веков. Костюм наших горожанок тогда выглядел совсем по-европейски, но женщины, как и теперь, причитали «мне нечего надеть». Одна из статей журнала «Женская жизнь» писала следующее, что для того, чтобы обновить платье, когда женщины восклицали, собираясь на бал, в клуб или на прогулку, у меня только одно платье, можно было его украсить вот такими воротниками. Ну, посмотрите, какая красота! Рядом с воротниками и пелеринами здесь притягивают взгляд милые мелочи, которые окружали дам в повседневности. Флаконы духов, шкатулки для драгоценностей и вот такие изящные чернельницы. Жаль, что теперь письма стали электронными. А вот в 19-м, в начале 20-го века писали на специальной бумаге, покупали специальные конвертики. Даже самые большие любительницы писать письма заказывали специальные печатки, как у нас, например, печатка «Вера, надежда, любовь». Все мелочи очень интересные, мне нравятся и серебро скань, и флаконы духов, шкатулочки. Но вот этот медальон напоминает, у моей мамы в молодости был похожий, но чуть-чуть другую форму. Он раскрывался, и там находились две фотографии девушки и ее жениха, например. Он закрывался, это был такой секретик. Дамы, конечно, не выходили из дома без шляпки, перчаток и сумочки. Незальщицы, которые занимались шитьем бисером для сумочек и кошельков, иногда нанизывали по десятку тысяч бисеринок. В музейных фондах есть вот этот редикюль из 1819 года со старинной застежкой на пружине. Фотомастера Ростова и Нахичевани, запечатлевшие прически и наряды конца 19-го, начала 20-го века, оставили нам представление о мире женщины того времени. Дама уже преклонных лет в файшонке, казачьем головном уборе. Рядом с ней три ее дочери. Они одеты по моде тех лет. Одна в пелерине, у второй платье отделано жабой и кружевами и бахромой. Да и сама дама, несмотря на преклонный возраст, она сидит с очень модной сумочкой. Веера и сумочки, кружевые ленты, муфты и зонты – всю эту красоту в мелочах можно рассматривать до 16 июля. Китель Малиновского с маршальскими погонами, парадный мундир маршала Буденного и знамена поверженной Германии. Теперь можно увидеть Старочеркасский музей-заповедники, а еще боевые награды и оружие. Там открылась выставка «Марширун в победном строю» из фондов музея «Сталинградская битва». Посвятили ее 80-летию победы в этой битве и первому параду победы, который прошел в Москве в июне 45-го. И битва за Сталинград, и потом освобождение Ростова связаны с командующим Южным фронтом Родионом Малиновским. Совинформбюро сообщило, 14 февраля войска Южного фронта, сломив упорное сопротивление противника, овладели городом Ростов-на-Дону. Потом Малиновскому было присвоено звание маршала, и вот он, его китель уже с маршальскими погонами. Конечно, для многих Сталинград остался в сердце, и они очень многие сами привозили и передавали свои подлинные вещи. А после их смерти это стало традицией для родственников, которые стали передавать награды, какие-то еще вещи, которые они находили. К первому параду Победы были пошиты мундиры цвета морской волны, и вот в этом, 24 июня 1945 года, на трибуне стоял маршал Буденный. Из музея «Сталинградская битва» привезли и его золотой знак – почетного гражданина номер один города-героя Волгограда. В июньском параде на Красной площади участвовали 12 маршалов и 249 генералов, многие из которых командовали войсками в Сталинграде. В параде Победы 24 июня 1945 года 50 капельместеров и 1313 музыкантов исполнили 36 мелодий. Впервые за четверть века прозвучала слався Михаила Глинки. Говорят, в окопах атеистов не бывает. Участник обороны Сталинграда Иван Павлов на пепелище одного из домов нашел Евангелие – маленькую походную книжечку. Взял ее с собой, читал и говорил – с ней я шел и не боялся до 45-го. После демобилизации он не вернулся в родное село, а поехал в Загорск, в Троицкую-Сергиевскую лавру, принял пострих и впоследствии стал духовным архимадридом Кирилла и духовным наставником двух наших патриархов, как раз Алексея II и Пемена. Конечно же, мы приглашаем на эту экспозицию, поскольку она будет у нас находиться до октября месяца. Все ребята, молодежь смогут прийти сюда и по Пушкинской карте. Мы приглашаем и гостей, и взрослых на эту уникальную экспозицию, где можно будет посмотреть ордена, мундиры Победы 45-го года, 24-го июня, который первый парад Победы состоялся в Москве. И еще обратите внимание на личные вещи маршалов Жукова и Рокоссовского и медаль номер один за оборону Сталинграда, командующего 64-й армией Михаила Шумилова, того, кто первым допрашивал пленного фельмаршала Паулюса. Джаз – это рандеву с душой, музыкальной душой Ростова. Джазовая весна в публичке – это сравнительно новый фестиваль, всего второй. Но это время, когда Ростов поет и играет джаз глаза в глаза и душа в душу. Вера Ландарь впервые услышала джаз в музыкальной школе. Ей тогда было лет 10, а в колледже искусств любовь к нему только укрепилась. Светский джаз – это достояние нашей музыки. И я рада, что в последнее время это становится тенденцией исполнять хиты того времени. Я рада, что мы возвращаемся к истокам нашей музыки, потому что он действительно очень хороший. У нас публичная библиотека всегда очень ценила эту музыку. Она всегда питала большую любовь, потому что у нас в течение года постоянно проходят джазовые концерты. И ростовская публика всегда их принимает на ура. Наша публика, наши читатели, они тоже, как и мы, любители джаза. И это замечательное место для проведения вот такого мероприятия. Фотограф Евгений Пашин много лет снимает джазменов. Тут музыка крупным планом. Если включить воображение, можно услышать и звук. В 1977-м он познакомился с Кимом Назаретовым. И с тех пор, как говорит, дружит с джазом по-серьезному, по-взрослому. Впервые с джазом я познакомился в 1962-м году, когда первую пластиночку купил в магазине «Мелодия». Еще тогда на московский магазин. Ну и увлечение это перетекло потихонечку в увлечение фотографией. И джаз стал неотъемлемой частью моей жизни. Джаза у нас много не бывает. И это джазовая весна. В публичке возможность узнать тонкости звучания инструментов от метров и услышать молодых музыкантов, для которых фестиваль стал дебютом. Ну, джазмены обычно все играют на толстых гитарах, где слышно корпус, где слышно натуральный звук дерева. А, конечно, эстрадная и популярная музыка все равно играется на досках. И там слышно в основном эффект, такой часто агрессивный. А джазовая гитара – это ассоциация в основном с мягким таким звучанием, с круглым звуком наполненным. У нас молодежь настолько хороша, что это все-таки правильная идея, потому что здесь, в этом году мы объединяем и детские музыкальные школы, колледж, консерваторию. То есть все звенья образования. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю смотрите нашу программу на сайте 1Rostov.tv. С вами была Юлия Сурикова. До встречи!